Ну что, привет интернет! Мы сейчас находимся с ребятами-блогерами на высокогорном катке Медео. История этого катка, она еще с советского времени. Это легендарный, он почему называется высокогорный, это самый высокий конькобежный стадион над уровнем моря, порядка двух тысяч. И сейчас мы вот у народа, а что грустные такие? Ну, кстати, легко понять, чего они грустные. И вчера, по-моему, в два часа ночи только все вернулись с церемонии открытия универсиады. И давайте мы вот сейчас познакомимся сразу. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Динара Хаджаева, я из города Петропавловск. Вот, это Динара. Вот прошло сколько вы уже где-то, наверное... Мы с субботы здесь, третий день. Да, вот и расскажите, ну вот буквально, не знаю, пару слов, какие впечатления вообще от Алматы, от события этого. Ну, во-первых, в Алмате бывают часто, но эта поездка, она действительно запомнится на всю жизнь, потому что кровь до сих пор будоражит, мурашки по телу продолжают бегать, потому что все то, что происходило вчера на открытии, это не писать просто словами. Я знаю, как мы закончим с вами интервью, это была будоражащая кровь Динара. Да, безусловно. Поражало все. Организация, подготовка, само шоу, ребята, которые принимали участие, маленькие, большие, без разницы, спортсмены, безумно красивые все, команды с красивой формой, и сами ребята такие очень даже ништяк. Понятно. Хорошо, спасибо, Динар, мы побежим к нашим следующим еще участникам. Бегите, прибегайте еще. Да, здравствуйте, здравствуйте, представляйтесь, представляйтесь, пожалуйста, меня Слава зовут. Меня Уркен зовут. Уркен, не грустите, я умоляю, Уркен тоже, видать, устал. Нет, чтобы понятно было, у нас практически этот, ну, наш тур, он, ребята сегодня спали два часа, но они, видите, стойкие, все на боевом блогерском посту, и, Аркен, пожалуйста. Что сказать? Не знаю, свои впечатления, вот. Ну, впечатления очень огромные, потому что я, как бы, участвую в первый раз такого рода события, как спортивные события, и меня впечатляет то, что уровень универсиада, как бы, скажем, не хуже, чем Олимпиада или там Азиада, то есть мы, казахи, как бы, любим организовать всякие той, презентации, и в этом плане, вот, произошли самих себя, мне кажется, организации. Мне, если честно, тоже такое впечатление, я такого еще ни разу никогда не видел, это вот без всяких там лещей, я знаю, там есть там скептики, но, мне кажется, вот на церемонии вот этой открытия вчера, те, кто увидели это, это... Ну, то, что меня еще поразило, то, что все костюмы, декораторы, композиторы и режиссеры, все наши, только вот британские оперные певицы и все, то есть мы уже можем организовать такого рода мероприятия. Могим, могим. Спасибо, спасибо, Орген, что к нам приехали. Да, еще не все, нам еще долго, но, тем не менее, я просто хочу еще поспрашивать других ребят, спасибо вам большое. Вот у нас, кстати, люди... Нет, мы прям сейчас у него... Да, он не местный. Кстати, представьтесь, пожалуйста, вы откуда. Здравствуйте, меня зовут Понтий Пилат, Юрий Гончаров, Актюбинск. Понтий Пилат, видите, скромный. Да, я сам лично приехал... Что-то мелочится, есть, конечно, есть версия, что он умер, но вот, собственно... Как, я вот, на, потрогай, живой. Не, ну, он как бы... Я живее всех живых. Да, да. Вы откуда? Там, наверное, чуть-чуть надо вытереть. Ничего, ничего, давай. Актюбинск, да, я прилетел из Актюбинска. Прилетел из Актюбинска. Вот, кстати, мы вас застали, вы делали сейчас трансляцию. Прямой эфир я делал в Инстаграм, да, я показывал нашим подписчикам. Сколько у вас подписчиков Актюбинсов? Весь город. Ну, что вы говорите, будьте скромнее. Амбиций. Цифра какая-то есть? Ну, около 90 тысяч. 90 тысяч, вот, понимаете? Парень такая ходячая, с нами сегодня, я не знаю, ходячая радиостанция такая в прайм-тайм. Видите, скромный, скромный. Ну, Понтий Пилат же. Да, Понтий. Какой должен быть? Назвал он себя. Только такой. Да, хорошо он, да. Скажите, вот сегодня, сколько, два дня в Алмате, какой полет? Вот, какие впечатления? Мне все нравится. Тепло, классно, люди позитивные. Но самое главное, я болею за нашу Актюбинку Машу. А где она, где есть Маша? Маша, она занимается здесь, вот, готовится, она прям в очках стоит. Так что, я переживаю, прям, все мысли там, возле Маши. Все мысли возле Маши. Вчера, вы посетили вчера, мы все посетили вчера атлетическую деревню. То есть, вот, может быть, несколько слов о ней? Интересные молодые спортивные люди. Мне так нравится, что они все спортом занимаются. Красивые все, подтянутые, позитивные. Мне очень понравилось там вообще. С нами был Понтий Пиват из Актюбинской. Все? Я еще хотел сказать. Ну, давай, давай. Читайте, я к тебе онлайн, подписывайтесь. Я рекламу уже долго снимаю. Ну, я думаю, что после этого видео количество подписчиков убавится. Вот у нас красивая, красивая девушка. Стойте, куда ты? Убегай. Нет, подождите. Нет, есть... Нет, красивая девушка, подойди сюда. И красивый парень, я же не закончил еще. Давайте, давайте вот так. Добрый день, вы откуда? Привет, я Лаура из Астаны. Лаура из Астаны и... Всем здрасте, меня зовут Даник Апаров, я из города Кокшатал. Вот так. Давайте начнем с Даника, потому что, ну, он находится более северно, чем Лаура. Даник, какие вообще впечатления? Вот двое суток уже, что греха таить, какой полет вообще? Ну, это я был первый раз на таком грандиозном событии, мне очень понравилось вот это все. Мне показалось, это настолько было фантастически эпичным. Ну, это, честно, мой взгляд. Такая смена декораций, это было в очень командном, в командном духе исполнено. Спортсмены были очень такие необычные, креативные. Вот что мне понравилось. Я знаю, что ты постоянно... Кстати, это еще один медийный магнат, собственно, такой с севера Казахстана, потому что Даник давным-давно создал в Инстаграме тоже аккаунт. Сколько подписчиков? Около сорока тысяч. Сорока тысяч, но я помню, ты мне рассказывал, но это фактически там каждый четвертый... Ну, третий даже, можно сказать. Каждый третий Кокшетаус. Подписан на Кокшевидеограм. Да. И вот ты, я знаю, ввел много трансляций. Вообще, что люди из Кокшетауса говорят? Люди вообще очень интересно. Они спрашивают постоянно, какие виды спорта будут, кто участвует от нашего города. Кстати, мы болеем за Кокшетаусов. И они прям просят, чтобы мы показывали трансляцию. Они не хотят смотреть по телевизору, я не знаю почему. Они хотят именно вживую смотреть вот прям онлайн-трансляции. Ну, я думаю, потому что уже появилась целая формация поколения людей, которые хотят воспринимать контент оттуда, откуда им удобно. То есть по-настоящему? Да, да. Супер. Знаешь, я, если честно, передаю, вот сейчас на камеру скажу. Меня очень приятно удивило, что у нас во многих городах Казахстана стали появляться ребята, которые сами начинают делать вот такие проекты, как у тебя. И благодаря им, их городам, мы знаем, что происходит в ваших городах. Ты молодец и продолжай свою работу. На благо общества и на благо интернета. Интернет форевер. Мы же пойдем к Лауре. Лаура, как ваши дела? Лаура больше телевизионщица. У меня все хорошо, классно. Сейчас мы услышим классический спич. А, нет, я здесь отдыхаю. Я вторые сутки здесь на самом деле. Наверное, приятно утомилась. У меня такой культурно-спортивный шок от того, что я здесь вижу. Это искренне. А вчерашнее открытие на Алматы-арену для меня, оно было таким показательным. Мне было ни капельки не стыдно. Не перед нашими всеми болельщиками, кто собрался, не перед этим миллиардом зрителей, которые смотрели прямую трансляцию. Это было действительно на уровне. Я не знаю, когда вот вчера пошли артисты, вот, костюмированные, на начале шоу. Ну, говорят же, вот, до мурашек. Когда была импровизация национальных обрядов. Да, да, вообще все. Да, это было на самом деле все продумано. Организаторы, спасибо. Организаторы, приятно, что это были наши казахстанские. И мы показали, на каком и сейчас уровне. И не нужно никого приглашать, да, привлекать. Нет, все говорят, блогеры только ругают. Это неправда. Блогеры, они, где, ну, когда надо ругают, а когда надо, они хвалят вот в захлеб. Объективно все. В захлеб, потому что, ну, ну, если хорошо, ну, значит, хорошо. Знаешь, Слав, что какой плюс? Это в Алмате проводится. Алмате в прошлом году было тысяча лет. Да. И я уверена, что за эти дни Алмата, она так мощно подпиталась, вот, правда, энергетически. Мы сейчас находимся на Медео, где вокруг вот эта динамика спортивная. А город помолодел. Вот эти дни, столько спортсменов, столько талантов. Я согласен. Он встряхнулся, он... Оживился. Он подтянулся, да, он такой втянулся. А есть порох в пороховницах. Да, есть порох в пороховницах. Это молодцы. Я вот вижу тоже всю организацию вместе с вами. Вот вчера 12 тысяч человек, да, на Алматы-арена. Ведь, смотрите, аккуратно, быстро привезли вовремя. И также быстро вовремя увезли. Безопасность работает нормально. Логистика была всякая. Проректно, улыбаются. И волонтеры. Ну, в общем, я не знаю, все как надо. Нет, все было приятно. Вот действительно Алматы такой радужный город, и все так было радушно. Я думаю, что все, кто приехал сюда заниматься, участвовать в универсиаде, я думаю, что уедут в хорошем настроении. Вы будете с сожалением уезжать в нашу северную брутальную столицу. Наверное, да, это будет так. Спасибо. Спасибо вам. У нас еще есть наши участники нашего краснознаменного блок-тура. Добрый день, представьтесь, откуда вы? Меня зовут Оскар, я приехал из Павлодара. Из Павлодара, супер. Оскар, какие впечатления? У нас сейчас такой краткий такой мы опрос проводим. То есть вообще вот два дня, знаете, сразу не надо спрашивать. А вот я думаю, сейчас уже что-то, какие-то есть краски. Ну, я могу сказать, что я вообще впервые на таких спортивных сооружениях, как Мидео, еще вот обещаю Чимбулак. Обязательно поедем сюда. Я впервые вообще присутствовал на открытии какого-либо спортивного мероприятия. И сразу вот на такое попали. Да, и на такое грандиозное событие. У вас, знаете, теперь проблема будет по жизни. Вам теперь все остальные мероприятия будут бедненькими казаться и слабенькими. Я теперь их буду невольно сравнивать с универсиадой. Ну, поэтому я и говорю, что я вдвойне от этого выигрыша, что, во-первых, я впервые на таких крупных спортивных сооружениях. И еще и в такое время, когда со всего мира собрались спортсмены. Ну, это очень круто. Ну, понятно. Вас считает много Павлодарцев. И вот вы же ведете трансляции, там пишете о том, что происходит. Я знаю, вы очень быстро успеваете сделать такие видосики классные. Вообще, что люди говорят там, вот ваши читатели? Ну, в целом, говорят, положительно оценивают церемонию открытия универсиады. Понравилось. И вообще, в целом, они, так скажем, в Павлодаре ощущают ту атмосферу, которая сегодня царит в Алма-Ате. Все говорят, что на универсиаде очень круто. Я хочу поблагодарить, вот пользуясь случаем, ребята, Искандера, Ирки Булана, которые вот с большим трудом организовали вот этот блок-тур. Потому что это не входило ни в какие планы. Это вот было как-то сделано так спонтанно. Но это, на мой взгляд, очень важно. Потому что ребята вот в регионах, они верят своим блогерам, наверное, больше, может быть, чем там алматинским или астанинским. И то, что вот 10 человек привезли с разных совершенно уголков нашей страны, они вот своими глазами смотрят. И есть какие-то ограничения? То есть кто-то вам ограничивает, что писать или там как-то у вас цензура какая-то? Нет. Самое главное, что от нас вообще ничего не требуется. Просто нам показывают то, что происходит в Алма-Ате именно сегодня, именно во время универсиады. И это просто, так скажем, познавательная поездка, о которой мы будем рассказывать своей аудитории, своим друзьям, своим читателям. Давайте развеем еще один миф. Я вам задам вопрос. Вам обещали какие-то деньги в оплату вашего освещения? Я понимаю, что, может, и хотелось бы, но какая ситуация? Ну, я ничего не получаю за то, что я приехал сюда. Я просто приехал, походил. Вам оплатили дорогу, питание, пожелание. Да, ну это естественно. То есть никаких гонораров? Нет, 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 абсолютно. Ну, во-первых, это мне интересно самому. Поэтому я даже, ну, и не настаивал бы на каких-то гонорарах. Мне просто это интересно. Спасибо большое. Павлодар, привет. Мы сейчас еще побежим к еще одному участнику нашей группы. Это вот замечательная, симпатичная девушка. Смотрите, какая. Салем. Салем, Кайрлы Тан. Кайрлы Кун. Ой, я извиняюсь, да Кайрлы Кун, да. Это, ну, добрый день уже. Кстати, между прочим, один из часов, можно говорить, уже и Кайрлы Тан. Не надо вот это вот. Расскажите о своих впечатлениях. Мен Астанадан гелдым. Да. Мен Ашлу Салтанады уйти гатты нады. Жанеде, мен өз көзімен на спортшылардың дайындығын көргендіктен. Сонда керемет бір сезіндер ояну жатыр. Патриоттық сезіндер. Елімізде женис көп болған ғалай. Маған нады Алматыға келіп кунақ болғаныма. Жанеде, осын бәрін өз көзіммен көріп, асирал жатқану. Супер. Супер. Я могу сказать- жарайсын. Нет, нет, вы молодец. О, вот это вы уже мое знание государственного языка. Ну, и кстати, то, что вы говорили, я много понял, что очень патриотично, что здоров-воздор. Вот несколько дней вы здесь пребываете. Как вам вообще Алматы понравилось? Вы знаете, я здесь жила 7 лет У вас ностальгия тогда, голубушка Да, ностальгия, да Ну, да, рейсмит сужата Сынер Прохмен бербер Люблю же я Астану Понятно Алмата нравится, но Свой родной город Человек, ну, вы знаете Нет, у меня родной город Шимкент Вот так вот Родной город Шимкент Любим Астану и Алмата очень нравится Ну, ну и здорово Спасибо вам большое, спасибо Добрый день, представьтесь, пожалуйста, вы откуда Кайрлы кун, менің атым Тимур Ақтаудан болам Менің атым Слава Білем сізді, калайым Маңыстау облысын келіп тұрмын Осы Арнай универсиадан Ашылу салтанатна шақырлығам Уті хатты навжатыр Асірісі кешеге Ашылуы Жақсы болды Уті тамаша ашылу болды Енді бүгін мәнерліп сырғанау мен Канкеймен жүгіру ден жарысқа келіп тұрмыс Медеудің ауыраи тамаша Жалпы Енді бүгін мәнерліп сұрмын Бүгін мәнерліп сұрмын Жалпы На Медеу тамаша И еще тамаша сто процентов Будет на Чембулаки Арине Арине Это я знаю, конечно Видите? Вот Рахмет сізге Ага Мы можем одно только сказать Алха Казахстан Алха Казахстан Друз Рахмет Спасибо Ай Бүгін мәнерліп сұрмын Ай Бүгін мәнерліп сұрмын Бүгін мәнерліп сұрмын Бүгін мәнерліп сұрмын Бүгін мәнтеріп сұрмын Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok